Всем привет! У меня сегодня новое видео. Хочу вам рассказать об одном аромате, который уже вышел довольно давно. Но у меня он появился недавно, и мое мнение о нем готово. Аромат Good Girl от Carolina Herrera. Вот в таком вот он... В такой он коробочке. Очень такая приятная на ощупь эта коробочка. Сам же аромат, сам флакон этого аромата, у него очень интересная форма. Она сделана как туфелька. И сразу хочу сказать, что я была удивлена, причем неприятно удивлена, тем, что очень многие люди ругают именно этот аромат из его флакона. И вообще вот это словосочетание «ругают аромат», ну, по мне так это странно, потому что ругать неводушевленную вещь, это, наверное, к докторам, да? Вот. В общем, что хочу сказать. Меня абсолютно не смущает его форма. Скорее всего, да, это сделано с тем посылом, что это можно выставить куда-то себе на туалетный столик, и все будут восхищаться, подходить, а вы так раз. А это еще и парфюм, и они так, о, боже мой, как красиво, и как хорошо пахнет. В общем, я таким заниматься не буду, у меня эта бедняжка будет стоять вот в этой коробке. И, ну, тем не менее, тем не менее, у меня не вызывает никаких негативных ощущений эта туфля. Я читала, что это какая-то бескусица, какая-то цыганщина. Сделано это очень неплохо, очень-очень даже неплохо. Единственное, что хочу сказать, у меня 30 мл. Мне кажется, 30 мл выглядит наиболее выигрышно, потому что это наиболее мелкая сама эта структура. Потому что те вот большие туфли, которые там, их там 3 объема, самая большая туфля, во-первых, мне кажется, ей очень удобно пользоваться. Потому что вы ее берете, там пшикалка у вас именно вот здесь, а не вот так она открывается. Ну, в общем, немножечко так громоздко все это дело. Этот же аромат, сам его флакон, мне нравится очень. Ну, по крайней мере, я ничего не имею против. Но сделано действительно очень хорошо. Что же здесь за ноты? Ноты здесь бобетонка, какао, тубероза, миндаль, жасмин, самбак, кофе, ваниль, пралине, сандал, ирис, амбра, бергамот, пачули, кашмирское дерево, мускус, корица, лимон, белый кедр, апельсиновый цвет и болгарская роза. Кстати, зацените, я теперь не на бумажечках все это пишу, а пишу это в блокнотик. Как вы видели, всего здесь очень-очень много. Аромат абсолютно точно какой-то цветочный, он очень цветочный, он очень гурманский, он очень сладкий. Но это не попослепательная сладость. То есть, если вы ожидаете аромата направленности флаурбомб или направленности пинг-шугара от аквалина, там где есть жжон и сахар, там где есть очень-очень ужасная сладость. Ужасная не в том, что она ужасная сладость, что она кошмарная, плохая, а ужасная, что ее слишком много. Тем не менее, оба эти аромата мне тоже нравятся. Здесь такой сладости нет. Здесь эта сладость, она именно дана нам парлине и дана нам какао. То есть, это абсолютно точно сладкий аромат, поэтому, как всегда, с гурманскими ароматами, ну вообще-то со всеми, я бы хотела, чтобы вы так делали, но особенно с гурманскими, тестите их перед тем, как купить, потому что вы можете наткнуться на очень неприятный сюрприз. Кофе, здесь есть кофе. Этим, этим вот, всей этой цветочностью, всей этой гурманскостью мне этот аромат очень напомнил аромат Black Opium от Yves Saint Laurent. И, но они не близнецы, они не братья, они даже не кузены, они просто друзья. Ароматы разные, и вы их чувствуете, вы чувствуете, что это два разных аромата, причем так вот отдельно стоящих разных ароматов. Они были выпущены, ну, более-менее в одно и то же время, и плюс еще такие ароматы, как La Vieille Belle. То есть, у них, у всех один и тот же посыл, это очень громкие гурманские ароматы, очень громкие, ребятки, очень. Поэтому, сто процентов, это аромат не для тех людей, которые любят вот один пшик вот сюда себе под кофточку, и чтобы, не дай бог, никто его не услышал. Здесь, здесь такое не пройдет. И потом, вот честно, вот скажите мне, нахрена покупать аромат, чтобы делать пол пшика, чтобы его никто не слышал? Если же мы покупаем аромат, то мы должны быть уверены, что его слышно, а иначе нахрена тогда? Тогда один дезик, и все, вперед, и хватит. То есть, аромат громкий. Аромат громкий, аромат яркий. Вы его чувствуете, его чувствуют все, его чувствуют все, кто с вами рядом. Его чувствует ваш кот, собака, кактус ваш, который у вас стоит на столе. То есть, его слышно. Ну, это неплохо. Это очень даже хорошо. Цветочный, гурманский, сладкий. Здесь белые цветочки, мои любимые белые цветочки. Я их очень люблю, их здесь слышно. Но, нужно сказать, что какао, кофе, апельсиновый цвет, оно все очень звучит... Все очень звучит слаженно. И если есть вот некоторые ароматы, в которых я, например, реально отчетливо слышу, что, ага, здесь вот эта нота, здесь эта, и их прям вот, их прям слышно одну за одной, и они как-то переливаются, эти ароматы, то здесь, здесь вы слышите прям вот целый весь этот букет. Не очень хорошо можно выделить некоторые отдельные штуки. Вот, я слышу апельсиновый цвет, я слышу белые цветы. Но я не могу сказать, какой именно белый цветок это. Я здесь, к счастью, не слышу болгарскую розу, потому что болгарские розы для меня это как чеснок для вампирчиков. Почули здесь очень-очень слышно. Вот, кстати, почули, если вы видите, за мной, за мной стоит уже который, который уже день, за мной стоит аромат Dior, Midnight Poison, и там тоже почули. И у нас резко поменялась погода. Резко стало темно, наверное, будет дождь. Я думаю, что это очень-очень видно на картинке. И вот почули, почуливый взрыв здесь, ну, примерно такой же. Здесь очень много есть почули. И если вы не любите почули, вам нужно тестить этот аромат, тестить, 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 и уже потом его покупать, потому что рискуете, рискуете неприятно этим ароматом удивиться. Что здесь еще есть? Вот, бергамот. Я слышу здесь какую-то кислинку, но вот хрен знает, что это. Это бергамот это, или это лимон, я не знаю. Здесь есть и то, и то. Я здесь просто слышу кисленькие ноты. Причем здесь еще есть кофе. И как мы знаем, некоторые, некоторые типы кофе, некоторые сорта кофе, и вообще вот когда вы просто идете пить кофе в бар, например, то некоторые кофе, он иногда бывает кислый. И вот эта кислинка здесь, я не знаю, от чего она, от бергамота, от лимона, от кофе, может быть, от всех троих. В общем, я этот аромат очень оценила, мне он очень понравился. Я не думаю, что он у меня долго продержится, этот аромат, потому что я думаю, что я им буду пользоваться очень-очень часто. Он интересный, он очень классный, гурманский. Если рассуждать о том, когда и куда его можно носить, я бы скорее сказала, что большинство, наверное, людей его будет носить просто куда-то на вечер. И в более холодное время я его буду носить и завтра. Например, утром у меня есть дела, поэтому я завтра утром 8 шиков и вперед. И мне все равно, кто что подумает. Для меня этот аромат абсолютно точно по спорту и летом, и зимой, и утром, и вечером. Самое главное, чтобы он мне нравился. Этот аромат, он мне нравится. И он настолько громкий, что вот он как раз делает то, как мне нравится. Знаете, я иду, а впереди меня аромат, и сзади меня, и по бокам он тоже. То есть он обо мне как бы оповещает, что я иду. Вот. Что мне дали к нему в подарок? К нему в подарок мне еще дали совершенно интересную такую штуку. Legs Oil. Масло для ног. С этим же ароматом. У этого масла, с шиммерками, я думаю, вам видно, тот же самый аромат. И это называется масло для ног. Люди, я вам не советую его, конечно, на ноги. Если вы, если, конечно, вы только не хотите стоять все время, потому что если вы только вы сядете, а еще, не дай бог, куда-нибудь на кожаный диван, то это все масло, вся эта прелесть будет на этом диване. Поэтому, ну его нахрен. Здесь 100 миллилитров, и эта вещь полноразмерная. То есть это не пробник. Мне еще дали в подарок к этому аромату некоторые другие вещи, которые совершенно не имеют никакого отношения к нему. Ну, может быть, если у меня будет 30 секунд, я покажу. Сейчас я еще хочу пару слов о нем сказать. Он мне настолько понравился, что, наверное, купи я его раньше, я бы его уже, наверное, использовала. У меня было так, с некоторыми ароматами. У меня было так, с двумя ароматами от Барбари, и с одним ароматом, с одним ароматом от Кошарели. И, знаете, и здесь не дело в том, что это какой-то аромат как-то, он слишком отличается от всех остальных, которые у меня есть, или которые я когда-либо слышала. Нет. Он как раз, вот как я уже рассказывала, как раз, когда он был создан, был этот бум, бум и сейчас не прошел, но вот эти вот очень громкие, гурманские ароматы. То есть он, в принципе, он немного чем отличается от того же Black Opium. Но просто здесь, мне кажется, все так сошлось хорошо, красиво. Вот сейчас на мне этот аромат, он причем у меня в двух местах. Он у меня здесь и здесь. и здесь я его нанесла позже, чем сюда. И с этой порцией руки уже, с этой частью руки, уже пошел очень сильный запах кофе. И мне это очень нравится. То есть аромат, он, да, очень-очень сильная, яркая нота кофе. Поэтому, кстати, это тоже нужно, нужно учесть, потому что, к сожалению, сейчас ароматов с запахом кофе, к сожалению, не так много. Раньше был один у меня аромат, запах кофе и лимона. Ух, какой это был аромат. У меня их было два. Один был в красном, в бутылечке, а второй в золотом. То, что в золотом, именно то, то было с кофе. Это был L'Or de Torrent. Было очень-очень-очень-очень давно. В общем, вот. Вот такое вот видео, вот такой аромат, очень интересный, гурманский, яркий, кофейный, цветочный, в меру с кислинкой. То есть, он у вас не будет так уж сильно, душить. И я думаю, что он понравится вашим окружающим, окружающим вас, вас людям. Потому что, мне, например, этот аромат всегда нравился. На блотере он мне нравился, на руке он мне нравился, если кто-то там шел, и он был у человека, у этого. И этот аромат мне не перестает нравиться. Сейчас я вам покажу, что мне дали в подарок. Мне дали в подарок вот такую вот небольшую косметичку. и здесь, посмотрите, что здесь. Это бьюти-блендер! Маленький бьюти-блендер и мыло к нему. Косметичка тоже, кстати, с бьюти-блендерским лого. Какой классный! И еще мне дали вот такой вот Urban Decay. Это праймер для век. Step 1 от Make Up For Ever. У меня таких уже штук шесть, наверное. И помада. Помада тоже у меня такая есть. Это ярко-красная, ярко-красная помада. Очень красивая. Сейчас я вам ее открою и покажу. Ну и, собственно говоря, масло. Я, кстати, очень довольна этому маслу. Я не буду его носить на ноги. Я, наверное, буду его носить на декольте либо же на волосы. На волосы нужно очень-очень мало, а иначе будут просто жирные волосы. И... Да, на руки не советую. Именно на те руки, которыми вы будете что-то брать. А иначе все будет в жирных пятнах. И еще раз покажу масло. Еще раз покажу аромат. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Пишите мне, есть ли у вас этот аромат. Нравится ли он вам, не нравится. В общем, расскажите мне. Мне очень интересно. Мне он понравился. Однозначно могу советовать его хотя бы пойти потестить. Он того стоит. Пока! Продолжение следует...